Добрый день, друзья! У меня в руках iPhone 5. Точно такой же белый iPhone 5 был у меня в 2012 году. Поговорим об iPhone 5, как он сейчас ведет себя, каким он был тогда и какие были у него конкуренты. iPhone 5 и все iPhone, которые выпускали Apple, вообще стоили всегда 649 долларов, плюс на лоте получалось примерно 700 долларов. Уже с появлением Plus версии iPhone 6 цены увеличили на 100 долларов, а сейчас мы видим, что этот iPhone стал уже даже люксовым устройством. iPhone 5 тогда выпускался, как обычно, в черном и белом цвете. Черный цвет был из анодированного такого алюминия, очень красиво смотрелся, но у нас есть видео на канале, там очень быстро царапался корпус. И поэтому многие, те, кто даже покупали черный iPhone 4s, перешли на белый цвет, то есть на серебристый, чтобы просто телефон не царапался. Это даже не как 7 на черном Onyx, он царапался iPhone 5 просто очень сильно, с появлением iPhone 5s эту проблему уже исправили. iPhone 5 получил очень много новых инноваций, то есть в первую очередь это стал новый большой дисплей на 4 дюйма, появился новый ряд иконок здесь, появился новый коннектор, то есть Lightning, чем мы сейчас пользуемся, потому что до этого был большой 3-типиновый такой коннектор, который вставлялся только одной стороной. И переехал разъем для наушников вниз, раньше он был вот здесь. Ремонтировать iPhone 5 стало теперь намного проще, потому что iPhone 4s разбирался вот отсюда, то есть стекло было легко поменять, а вот дисплей было поменять очень сложно. А теперь просто мы два болтика откручиваем здесь, и дисплей выходит. То есть очень стало легко и просто ремонтировать iPhone. iPhone 5 очень крепкий телефон, у меня тогда много раз падал на плитку, на асфальт, и всегда оставался целый, какие-то маленькие сколы на корпусе, потому что сам корпус тоже из металла был очень прочным. А сейчас, конечно, iPhone в основном ломаются при первом же падении на асфальт, то есть у них стекло очень быстро ломается. А этот телефон был очень крепким. iPhone 5 после года использования сняли с производства, вместо него поставили iPhone 5C, который народ так и не понял, то есть как бы он был таким пластиковым, дешевым. И получается, что на руках у людей очень мало iPhone 5. Они, конечно, сейчас есть, постановленные на Алиэкспресс примерно за 6 тысяч рублей, но их покупать ни в коем случае не стоит. У меня в руках оригинальный iPhone 5, то есть человек купил в самом начале этот телефон моего товарища, в начале ставок продаж купил, пользовался до сих пор, и теперь у него iPhone SE, и теперь он не понимает iPhone XS и прочее. Для него это слишком все большое. То есть вот такой дисплей, вот такой формат многим очень понравился. По производительности здесь стоит двухъядерный процессор с одним гигабайтом оперативной памяти. Для сравнения, в iPhone 4S было 512 мегабайт оперативной памяти. У меня есть iPad mini, здесь тоже 512 мегабайт оперативной памяти, и они, конечно, работают очень-очень медленно, не лагают. А iPhone 5 работает на последней операционной системе для этого телефона, iOS 10, A10, A3. И, в принципе, телефон ему комфортно пользовался, и вполне им очень хорошо можно работать. Мне в этом телефоне нравится все до сих пор. У него отличная камера, он записывает Full HD видео, делает отличные снимки. По сути, камера iPhone 6 даже недалеко ушла, потому что тут, в принципе, очень похожий 8-мегапиксельный сенсор камеры. Но вот по части автономности, телефон работает, наверное, полдня. Айфоны и раньше работали не так долго. Но вот со временем, то есть iPhone 5 сейчас работает, ну, полдня, то есть вот с утра заряженный телефон, сейчас у нас 11 часов, очень активно пользовался им, и здесь сейчас 77% зарядки. То есть, ну, хватит еще, наверное, до 3-х до 4-х часов при моем активном использовании. Это, конечно, мало. И по производительности, по быстродействию открытия в приложениях, сейчас, наверное, какой-нибудь Xiaomi Redmi 6A, который стоит там 16-17, наверное, открывает приложение, наверное, быстрее, и там уже дисплей больше, аккумулятор больше, они работают намного, то есть, дольше и быстрее. Но у iPhone 5 до сих пор отличная камера по сравнению с бюджетными китайскими смартфонами. iPhone 5 снимает и видео лучше, и фотографирует мгновенно. Вообще, тогда у iPhone 5 очень было мало конкурентов, потому что Android-смартфоны были немножко... То есть, они тогда не такие совершенные были, как сейчас. Android часто хорошо работает, а раньше Android работал очень нестабильно. iPhone был всегда эталоном таким, он всегда работал просто очень хорошо, мега-стабильно. Мы даже не знали, что какой-то iPhone может работать плохо, потому что, например, сейчас мы уже видим, что iPhone 5s, iPhone 6 очень плохо начали работать на операционной системе iOS 11, а тогда впервые была проблема, что iPhone работает плохо с iPhone 4, потому что iPhone 4 на iOS 7 работал просто ужасно, просто очень плохо работал, потому что там был всего одноядерный процессор. И вот iPhone 5 получил последнюю операционную систему iOS 10. Он, в принципе, работает неплохо, то есть, на самом деле, хорошо работает, потому что у него здесь, в принципе, маленький экран, там особо маленькие задачи, и, в принципе, так столько же 1 гигабайт оперативной памяти, в iPhone 6 столько же. Но суть в том, что тогда люди просто покупали iPhone и знали, что он будет всегда стабильным, мега-трультейм, а теперь мы уже видим, что iPhone тоже багают, работает плохо, последние операционные системы очень функциональные, они очень ресурсоемкие, а тогда iPhone был очень простым. Этот телефон вышел на iOS 6, и там многоздачная даже такая была, мы так два раза нажимали, здесь внизу маленькие такие иконки появлялись, а потом уже с появлением iOS 7 на iPhone 5s, iPhone 5, конечно, тоже получил ее, уже начал телефон, система работает сначала хуже. Она, конечно, выглядела просто потрясающе, но вот тот скилок морфизм, который был на iOS 6, он работал, ну просто вообще отлично работал, потому что я год с этим телефоном походил, и когда я поменял его на iPhone 5s, я был разочарован и продал iPhone 5s, буквально через 3-4 месяца, и купил уже тогда свой первый Android смартфон на Sony, потому что мне крайне не устраивал вот этот маленький дисплей на iPhone 5, всего было 4 дюйма. Тогда iPhone 5 производил намного больше интереса в окружающих, чем сейчас любой последний Samsung или iPhone, потому что у этого телефона, например, я помню, была наносим-карта, и когда я зашел в Megafon, то есть тогда iPhone выпускали в сентябре и продавали их в декабре. В общем, у меня телефон уже был где-то в октябре, я захожу в салон связи Megafon, чтобы поменяли мне наносим-карту, и вот тогда все были удивлены, эти ребята пришли смотреть, какой же он вживую iPhone 5, потому что на руках в людей очень было мало iPhone 5. Я помню, что перекупщики продавали iPhone 5 за очень дорого, то есть если 700 долларов стоили раньше, это примерно 20 тысяч рублей, 21 тысяч рублей, то iPhone 5 мой друг купил на 30 гигабайт, а примерно это 60 тысяч рублей. Я помню, что он просто переплатил, чтобы одним из первых купить. Но сейчас, конечно, уже Apple сделала так, что уже прям сразу начинается истарк в России, то есть покупать за дорого iPhone уже стало не так модно, и это уже не так круто. А раньше iPhone 5, то есть показали в сентябре и продавали его только в середине, в конце декабря. iPhone вообще всегда продавали по 35 тысяч рублей, но с появлением iPhone 5 и заводят связной в Евросети, то есть Евросеть, по-моему, первым сбросила телефон цену до 29 900, потом есть связной 28 900. В общем, впервые с iPhone 5 цена iPhone установилась в России в отметке 30 тысяч рублей, потому что все остальные тоже спустили цены. А с iPhone 4s была такая тема, то есть обычный черный iPhone стоил 35 тысяч рублей, а белый iPhone на 2 тысячи дороже 37 тысяч рублей. Это за версию 16 гигабайт. То есть вот такие были цены, то есть тогда это было 1200 долларов, в обычной рознице этот телефон. И на самом деле через 2-3 месяца, то есть 2 месяца приходили только официальные продажи в России. Да, и многие любители, те, кто хотели купить телефон пораньше, вот тот же мой друг на 32 гигабайта iPhone 5, в черном цвете он купил за 60 тысяч рублей. Ну, по-моему, 60 тысяч рублей, честно говоря, точно не помню. То есть тогда iPhone 5 был очень таким крутым, и там была проблема с наносим-картой. В англоязычном YouTube мы смотрели, как обрезать эту сим-карту наносим, микросим, чтобы получить наносим-карту. Сейчас, опять-таки, все телефоны поддерживают наносим-карту. Сейчас многие говорят, что iPhone, мол, такие плохие телефоны, они переоценены. То просто посмотрите на рынок, и сколько инноваций, и сколько нововведений сделала Apple, то, чем пользуются все остальные компании. Только за один год вырезал iPhone 10, уже сейчас все телефоны, все китайские бюджетные средние сегменты, уже у всех вырезал дисплей. Это все появилось с iPhone 10. То же самое наносим-карта появилась в iPhone 5, и сейчас у нас по всех современных смартфонах стоит наносим-карта. В общем, iPhone как был законодателем моды, так сейчас пока ими остается. Правда, сейчас цены, конечно, стали очень дорогими, потому что новые iPhone XS, они вообще уже стоят даже не премиально дорого, а это уже люксовое устройство. Спасибо, что смотрели нас. Это был обзор на мой iPhone 5, ну, похожий, который у меня был в 2012 году. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. До новых встреч!